ну что девочки мальчики я вас приветствую на основных каналах нейроведьмы и на основных коврах нейроведьмы сейчас немножко выложила чуть-чуть спойлеров в общем сегодня мы будем работать на тенях буду ли я для вас тащить архетипы собственно как свеча попросить свеча которая на рубашке этой колоды напомню что архетипы и тени это очень известное в психологическом мире психологическом мире собственно среди тарологов тоже колоды метафорических карт поэтому сказать о том что это про таро нет это в первую очередь про метафоры напомню о том что а тени в первую очередь ложные представления о себе это ложные представления о себе то как мы привыкли о себе думать и то наверное что олицетворяет наши блоки потому что каждый раз когда мы про себя думаем не так как есть но на самом деле в жизни чего-то не ладится что-то тормозится потому что мы живем не из состояния любви не из состояния своей истины да и состояния своей тени и вот сегодня мы будем дочищать почему дочищать потому что на днях у нас была мощная практика она 777 портальное время ну чистили пространство нашей жизни от привязок прошлого и всяческого негатива я периодически делаю такие практики на большое количество людей я кстати был запрос насколько я могу работать не только индивидуально но еще и с группами вот и вот собственно с практикой на 300 человек онлайн мы прям справились я думаю что дальше только больше и выше лучше вот и давайте дочистить дочистим да то что у нас осталось это ложные представления себе не знаю в какой словно чакре застряли ложные представления себе но подскажу вам лайфхак зажгите свечу и смотрите что будет происходить во время расклада потому что я думаю что я вам дам достаточно времени чтобы ну немножко посмотреть что же там разных энергетических центрах да вот просто мысленно просканируйте себя хотите сверху вниз хотите снизу вверх кто-то это будет делать через ноги да через землю то есть получается от младхара да к сахасраре то есть к самой высшей условно чакре да у кого-то поток идет больше через верх соответственно да кто-то больше в энергиях жречество но жречество наверное какого-то может быть био энергоинформационного понимаете вот эта вот вся история может быть она вас про ладно не буду все эти школы называть ну короче вот если работа с энергией то скорее всего поток черпаете через верх да и поэтому начинайте соответственно с сахасрарой заканчиваясь младхарой ну то есть вот такой вот принцип этот для того чтобы самим продиагностировать где в какой чакре у нас застряли ложные убеждения относительно себя и ложные убеждения сегодня будут касаться вашего прошлого потому что ваше прошлое влияет на ваше настоящее то есть вы когда-то вот так вот про себя подумали чуть перекрыли а теперь значит крокодил не ловится не растет кокос по традиции три камешка первый камень зеленый и второй розовый и собственно третий бирюзовый многообразие камней ровно как и ваших личностных да портретов паттернов поведения личностных характеристик ну и собственно да энергетическая составляющая то есть мы все разные поэтому понимаю что три варианта но стараюсь максимально много уложить в каждой из них что еще хотела сказать давайте по организационной части в организационной части мы с вами перевалили пятую неделю десяти недельного марафона под прикрытием да под прикрытием почему потому что я его обозначила что это марафон повышение женской самооценки потому что как правило в раскладах очень часто такое выплывает что я вам говорю слушайте ребят чувство самооценка вы тут кейси нашли ниже принтуса и я не а не как поднять самооценку да да доктор доктор что со мной не так вот и поэтому изначально это было про поднятие самооценки но между тем очень хорошо повышается вибрационный уровень и следствие этого качества жизни то есть начинают отваливаться те люди которые вам более не соответствует по вашему развитию на которые широкой грудью соответственно закрывают до ваши дороги в будущее которые очень боятся что если вы растете вами сложно манипулировать то есть вы начинаете уже обращать внимание на себя в первую очередь на свои потребности на личные границы и обо всем этом как раз марафоне поэтому конечно повышается качество жизни да и собственно вы как-то себе начинаете в зеркале больше нравится девочки подходят зеркало просто говорят да какая тут девочка прекрасно отражается как это как сильно люблю нет уже тут инсайты приносящий подруга подсветил видео у нее пост дне рождения там было позже какая красивая девочка в зеркале как я люблю вот я прям как бы словила еще что это вот моей энергии тоже я хочу этим поделиться но вполне возможно что в прошлом например там считали себя в чем-то недостойно да то есть вот как бы можно всегда что-то поменять понимаете можно всегда что-то поменять ну вот для меня самая наверное пока непостижимая история том что не всегда ты можешь поменять истинную природу людей наверное это гордыня пытаться это изменить и вот если человек ну чудак на буквы по жизни такой знаете ну выбирает он эту стратегию а мы стараемся это не видеть потому что мы в розовых очках а потом значит получаем удар в спину да как бы кому говори спасибо вот как то себе же не хочется то есть ты просто надо было принимать что человек такой да и нужно было быть более осторожными это все чуйка это все тело это ответственность надо было надо было наверное слушать да себя вот но это что касается психологии там про счет что касается магии например всякие магические войны когда нас идут атаки от практиков и прочее там уже сложнее прочувствовать например если кто-то работает через день через непрогляд или у вас ваши непрогляда там не срабатывают до защиты еще что-то потому что как правило что нам рубят нам рубят корневой канал да и как бы нашу чуйку интуицию связь с этим каналами энергетическим которые нас питают да и дают нам открывают канал видения поэтому да там сложнее но однако все равно нужно быть бдительными знаете войнами света тьмы не несут что вы там выбираете потому что знаете свеча она со мной стороны дает свет да но горит во тьме поэтому кто вы это только вы решаете только ваше зеркало истина отражает вас хочется все-таки немножко прийти к истине поэтому вполне возможно я буду использовать таро одну из колод просто рандомно что-то лежит на столе чтобы вам немножко подсветить чем вы заблуждаетесь ну давайте все-таки к тени вашего прошлого что вы там про себя решили и с тех пор просто затормозили свой путь я понимаю что информация наверное общая потому что я не буду выделять какую-то конкретную сферу вы сами понимаете где во что-то не получается да из-за ложного представления относительно себя ложное представление о себе это как правило про то что я врежу себе я врежу миру я недостаточно хорош меня накажет если узнает какой я настоящий то есть вот вот это все всяко разное вот мы прям живем в ощущении того что с нами чуть не так это только один из пластов наверное да теней но из вот этой категории знаете что я слишком ужасен для благ этого мира там всякое может вылезти посмотрим конечно что же вы про себя решили и с тех пор просто закрыли себе дороги поэтому наверное мы немножко будем открывать дороги и напоминаю что я просила зажать свечу а потом просто проанализировать где же на вас начнет коптить коптить там знаете оплывы появляются вот но я не буду говорить вам когда мы на какую чакру переключаемся это самостоятельные процессы я поработаю в потоке а чего там собственно вылезет то и вылезет то есть вы прочувствуете где что на уровне тела вот будет происходить только я попрошу вас настроиться на восприятие моего голоса и разрешить на уровне тела до впустить этот поток для того чтобы тело вас потом несколько исцелила на такой немножко хилинг будет у нас происходить своеобразный кто-то попрехнулся да когда я сказала это слово хилинг потому что я тоже немножко ну да ребят у кого-то реально будет хилинг но на весьма своеобразных энергиях которые нам для этого хилинга сильно не предназначены потому что тени да все таки мы вниз пойдем да такая низкая вибрационная история они такие фаня а ты че какой хилинг это значит ребятам давай с крыльями белыми это не про хилинг мать ты что там попутала совсем координаты ух ты прям повешу от хибью ну ладно давайте без хилинга че может просто к этому кто-то к этому не готов первый камень зеленый второй розовый кварц и третий бирюза ну что и по традиции в инфобоксе время начала вашего видео так здрасте зелененький привет привет что там собственно с той тенью как вы себя обозначили в прошлом да и тащите это настоящее как вы себя обозначили в прошлом да бесите вы мне уже все хочу сказать привет привет пока пока то есть это знаете когда мы выворачиваемся наизнанку чтобы людям было хорошо вот по-моему в нарративном коучинге есть такое понятие как ранен лекарь это тогда когда люди для помощи себе да да психологическая выбирает координаторов бадди терапевтов которые уже прошли этот путь да и сами условно себя вылечили сами себя скорее всего золотали да потому что не верит что может им помочь человек который никогда с этим не сталкивалась ну что касается зависимости различных далее например вот такая ситуация если психолог или терапевт да там работает с тем разводов например а сама или сам никогда значит не был в таком состоянии как бы как он вам может помочь ну такая ситуация например если терапевт который пытается вернуть вас к жизни ну путем того что вы там откажетесь от употребления различных веселящих веществ просто слабо выбираю потому что цензура на youtube но я думаю что все все прекрасно понимают да и он как бы никогда не было вот это вот не переживал там ни ломок ни золотых уколов не прочего так хотел господи все но он пережил бы золотой укол мне кажется это сверхчеловек был бы это так называется вот понятие когда состояние эйфория все потом передоз и смерть вот не спрашивайте откуда я это знаю вот я это знаю потому что я когда-то работала в этой теме ну не так чтобы конечно прям сильно в практику была погружена но собственно было у меня там пару каких-то менее наверное научных работ вот на эту тему я исследовала суицид в подростковом возрасте который как раз случался на почве употребления веществ там измененное состояние сознания и вот это все ну ладно это все действительно такие тяжелые нюансы ну короче вот с этой энергией раненого лекаря я реально сталкивалась сталкивалась и возможно же на этом еще и выстроено волонтерство в рехабах потому что вы рехаб скорее всего вы почему-то когда-то решили что вы рехаб и вы занимаетесь этим рехабом то есть восстановлением даже если вам самим ой как хреново да и может быть это произошло даже вот из позиции если мы не говорим но уже не обязательно что людям помогаете всякие профессии то есть да которые мы там выбираем это про то что последний кусочек мы отдаем это про то что мы не жадные потому что нам стыдно быть жадными потому что мы можем быть жадными по отношению к себе но не к людям никогда мы щедры бесконечно по отношению к людям но как правило жадные по отношению к себе потому что здесь как баланса нет это тень это вы так решили понимаете что вот в изъяющей раны в груди будете условно целить анахатой проповедовать любовь там другим людям вот что я хочу сказать по этому поводу если вы эту любви не знали не испытываете то крайне сложно вам скорее всего будет зажечь зеленый огонь вот вы очень это прям наивные либо вы потом наказываете наивных людей тем самым формируете вокруг себя тревожно-мнительную аудиторию да становитесь для них соответственно гуру а потом жестко в общем заземляйте этих людей но не в хорошем плане в смысле что они там что-то берут да какие-то корни и так далее просто спускайтесь небес на землю вот сначала то есть мы идем на уровень доверия ну как эта тень работает да потом просто мы очень быстро и резко закрываем от себя человека и собственно человек такой а что это было то есть он привык вам тянуться и в какой-то момент просто вас больше нет ресурсов и желания отсоединить правильно вам не хватает вот это тень чтобы не должны чтобы сделать вольно вы начинаете очень грубо рвать вот эти энергетические привязки на что человек очень сильно обижается да и знаете как то порвать привязки к человеку вам больно потому что вам надо чтобы вас нуждались вам надо чтобы вас нуждались хорошо давайте по каким сферам сферам жизни бьет это тень да каким сферам жизни бьет это тень я знаете тоже вот ловлю какой-то приступ жадности потому что это очень крутые расклады для youtube просто это какой-то космос я такое хочу для себя но при этом не получаю вот правда не могу никого найти чтобы я вот так вот слышала с открытым ртом ну ладно имею право наверное да короче смотрите что мы смотрим надеюсь что все в кадр попадает делаем такую небольшую диагностику мою любимую по масте соответственно и смотрим что же там происходит как тень раненого лекаря влияет сейчас на нашу жизнь так ну что вариант номер один то есть у нас как правило здесь масти воздуха и мечей да собственно что конкретно в головушке до тормозит процессы что конкретно в головушке понятно вы сами себя накручиваясь относительно этой ситуации опять же относительно того что может быть люди не до конца благодарны и а ну я поняла какие вайбы я ловлю когда я сказала что я жадная да сейчас видимо в пространстве прям витает вот что мы как будто здесь видим в этом миссию но мы как будто вот сами придумали что у нас в этом миссия понимаете а поэтому как тень пажа мечей я почитаю немножко в негативном аспекте вот то есть мы действительно хотим получить от этого какую-то пользу вот но получаем только жизненные уроки на явно по пажам мечей а мы иерархически короче энергетически никак не растем на пажике остаемся все таки на паж мечей здесь такой короче вечный студент да и хочу понять относительно чего уроки мы их не проходим потому что в голове у нас установка что мы должны вот это все да мы должны относительно чего уроки ну правильно все относительно ценности все было понятно все было понятно что это относительно ценности своей относительно жадности нельзя быть жадным по отношению к людям там да люди важнее чем ты я же вижу их прекрасные души а вот сейчас расскажу случай По-моему, это из моей болталки Но это не терапевтическая история Поэтому я имею на это право Тем более, я как бы имен-то не называю Это когда кто-то из девчонок Очень сильно обрадовался, что В общем, я так понимаю, что в первый раз Заплатили за расклад И она говорит И я на эти девочек посмотрела по-другому Какие всё-таки у них красивые души Какие они там вот это всё, что-то это И при этом я так понимаю, что у неё осталось чувство неудовлетворённости Потому что либо там сумма маленькая была Либо она что сделала неправильно Она вот этих девчонок, условно, сделала выше, чем она сама Чем её знания, чем её, условно, этот портал жрица, через который она читает Я не знаю, плохо, хорошо она читала, не факт Но просто когда мы обожествляем людей, которым мы же и помогаем Это too much Это неправильная история совсем для помогающего практика Они к вам приходят за помощью И сразу в ваших глазах автоматически заслуживают любовь И вы считаете их красивыми, прекрасными душами Не знаю, мне кажется, что это вот в этом Какой-то пазл не складывается Да, когда мы действительно делаем Тех людей, которым мы помогаем Их потребности, их желания, их жизни не превыше своей Это когда я им говорила о том, что Раньше, например, мне можно было позвонить 3 часа ночи Да, я напульвав там на свой сон Там, ещё что-то Да, вставала, помогала людям Это всё заканчивалось под утро Ну, собственно, вот такой вьюзани в моей жизни нет И этих людей как бы тоже больше нет Потому что я поняла вообще, что обратной связи я не получаю Вот тебе, пожалуйста, как может проигрываться тень Да, и когда ты, собственно, выходишь в ресурсное состояние Безусловно, в общем, у каждой тени есть своё ресурсное состояние Тут 100% будет какое-то целительство Но давайте мы ещё дальше посмотрим Какие сферы жизни грохнула эта тень Да, ощущение, что вы тут всем должны помогать Даже если вам сомнение плохо Условно, да Окей, давайте Ну, вот Вот эта тень, она стимулирует, что делать Да, мы смотрим Майдж-Жезлов И что же вы здесь делаете? Да какой-то фигнёй страдаете Фигнёй страдаете? Ну, я не знаю, сейчас я, конечно, шута немножко раскрою Это обнуление или это обесценивание? Или это превращение того, что вы сливаете жизненную энергию Проблема других людей в какой-то хобби? Ой, да это типа несерьёзно Что за это деньги платить? Ну, понятно Тут, наверное, такая ситуация, что Это из семьи идёт, да Это из семьи идёт, что ты сиро А что ты вообще можешь? И мы что-то пытаемся доказать Или чувствуем себя чистильщиком рода Или семьи там своей И нам почему-то кажется, что вот мы им пока не поможем У нас нет шансов на свою жизнь, да То есть нам нужно помочь всем Устроить как бы всех Соответственно А вот только потом уже заниматься своей жизнью Партнёров вы как-то встречаете, которые не особо о вас заботятся Больше о своём психологическом состоянии рядом с вами, да Потому что вы же хилер Вы же почему-то решили, что вы целитель Хорошо Окей Давайте Что там на слепое пятно, как правило Кубки, масть, что там у нас происходит А, ну как бы вы всех любите Я сюда не лезу, тут как бы рыцарь чаш Просто я всех люблю по умолчанию А в Пентаклях что? Что в Пентаклях происходит? А в Пентаклях у нас жезлы Вот И вы почему-то для себя решили, что Деньги – это вот только что-то светлое, прекрасное Духовное, возможно, да При этом такая, смотрите, королева жезлов у вас Но Пентакли Вы-то действительно любите и состояние, и щедрость И по отношению к вам, соответственно Вы очень щедрые, да Но почему-то головушкой вы прям блокируете Вот это состояние щедрости по отношению к себе Потому что, да, надо же сказать Надо же прибедниться Надо же даже ещё что-то Потому что, в принципе, у вас этой энергии полно Вот Хрен бы вы хилили всех подряд, понимаете Пространство И девятка Пентакля на вас попадает Да, это маг Дофига на самом деле энергии Дофига на самом деле энергии Но вот этот момент, что Мы себя просто грохнули Мы себя глушим Мы прям прибедняемся очень сильно Ну, скорее всего, не высовываемся Не проявляемся Ну, понимаете, вот в чём как бы момент Что не высовываться, не проявляться И, условно, не знаю, там Собирать какие-то запасы А устраивать свой комфортный образ жизни Это одна история А вы прям реально, короче, пошли Вот в состояние, что Я тут, собственно, про духовности Как бы мне блага-то сильно не нужны Ну, прикольно, да Либо здесь как бы нужно всем помочь Ну, при условии, что как бы вас лучше Чем у ваших родственников Ну, вот что-то такое При этом вы действительно можете жить Условно припевающе У вас достаточно энергии На то, чтобы выстраивать вашу жизнь Так, как вы хотите Ну, по девятке Пентакли Но пока, условно, вы всем не поможете Да, вы не разрешаете себе жить для себя Вас так научили Ирофант, восьмёрка Пентакли Паржезлов, пятёрка Мечей Быть каким-то вечным учеником Не добирать Не выходить в свет Сливать энергию Потому что другим нужнее Деньги занимать Потому что другим нужнее И тем самым Через какой-то момент Вы поймите, что у вас энергии нет ни на что Ну, потому что нужнее сейчас вам Поэтому, если вы хотите Действительно этот хилинг По отношению ко всему миру Устройте его, в первую очередь По отношению к себе А вы себя как-то хилить-то и не умеете Да, ребят? Учитесь Очень интересный навык Для жизни в материальном мире Ну, такая была позиция По первому варианту Двоечка Ну что, я вас приветствую Давайте смотреть происходящее с вами Сейчас посмотрим Какая тень из прошлого Сейчас влияет на ваше настоящее Ну, две карты выпали Ладно Интересно, конечно Да близко Потому что тени, которые выпадали Это убийца и проститутка Вот, собственно Тень распутника Знаете, я правда Не совсем понимаю Эту тень Правда Потому что я не понимаю Что в ней плохого Может быть, знаете Здесь вот Обратная какая-то история Которая связана с ханженством Распутный Даже получается Беспутный Да Правда Я сейчас в такое Прямо сопротивление ухожу Как читает распутника Как тень Ну, вот Как говорят Ну, то есть На уме у распутника Только секс Это тень Ну, слушайте Сказать, что вы Когда-то в прошлом Представляли Всех как сексуальный объект Ты Не знаю Реально так? Реально вы представляли Всех как сексуальные объекты? Правда? Нет Ну, если это действительно Была ситуация Которая связана с тем Что вы так делали Может быть, это о том Что Вы сейчас мне скажете Да нет Нет Это не я Это они Меня все время видели Как сексуальный объект Вот я здесь Хочу понять Это про сладострастие Это про Работающий Центр Сватхистаны Или про то Что Нельзя Испытывать Удовольствие От жизни Потому что Это тень Потому что Если быть Распутником Да То это Плохо Так Так Ли Это О чем Для вас Быть Распутником Говорит ли это О том Что вы сейчас Чувствуете Или наоборот Вам хочется Винить себя За то Что Когда-то вы Подменяли Любовь Сексуальным связям У Распутников Я не знаю Мне крайне сложно Вот это все Читать Сейчас Как Какой-то Негатив Я просто Не вижу В этом Какого-то Негатива Потому что Я не понимаю Наверное Что можно Стыдиться Что ты Прекрасный Что Ты чувствуешь Своё тело Что ты чувствуешь Свои инстинкты Ну что-то же Вы хотели Получить Через Сексуальную Близость Вполне возможно Проработать Травмы Которые Были Связаны Как с Психологическим Так с Энергетическим Так с Моральным Насилием Но Я задаю Вопрос Что же Прячут Все-таки Тень Медроспутника И там Энергия Мага Можем ли Мы Говорить Что Ранее Мы жили В иллюзии Что Через секс Мы можем Управлять Партнером Что Если Я Богиня Секса Я От Мужчина Могу Получать Все Что Угодно Потому что Он В моей Власти Через Какой-то Момент Ты понимаешь Что Это Иллюзия И Твои One Night Stand Они Не Делают Тебя Счастливой И Не Приводят Тебя К тому Что Ты Хочешь Потому что Может Ты Семьи Хочешь На самом деле Но При Этом Транслируешь Что Ты Активно Хочешь Приключений И Когда Соответственно Притягиваются Партнеры Которые Тоже Хотят Приключений Потому что Ты Это Транслируешь Ты Говоришь Стоп Я Не Такая Я Жду Трамвая И Почему Видите Во мне Сексуальный Объект И Значит Вы Все Такие Не Хотите Увидеть Мою Глубокую Личность А Как Ты Сейчас Живешь Какое Будущее Сформировала Вот Эта Тень Приносит Приносит Кто Увидит Наше Прошлое И Скажет А Куда Ты Хочешь В чистоту Ты Не Достой Или Ты Не Достоин Все Открылось Какие Тайны Да Меня Скрывали Вообще Что Просто Вы Так Боялись Что Я Это Прочитаю Больно Мое Тело Мое Дело Правда Мальчики Девочки Для Людей С Неским Уровнем Либидо Вполне Возможно Что Ваш Тень Распутника Некая Психологическая Травма Личный Триггер Так Если У вас Высокая Либида Еще Кстати Не до Конца Раскрыта То Есть Вы Почему Решили Что Это Плохо Хотя Это Еще Про Жажду Жизни Это Про Энергию Это Про Умение Получать Удовольствие Это Про Умение Достигать Вершин Я сегодня Девочка В Минтерстве Я ее Учила Неким Практикам Как После Оргазмов Загадывать Желание Правильно И она Такая Она Как вы Это Делаете Да И Ничего Я Такого Не Делаю Мне Кажется Что Если Ты Умеешь Управлять Своей Энергией Это Очень Такая Работающая Техника Сейчас Многие Перед Экраном Смотрят Такие Десятки Жезлов И Привернутые Тройки Мечей Возмущаетесь Представляете Как это Работает Я Как-то Фразу Подкинули Сейчас Я скажу Сейчас Никто Не будет Такой Верной Женой Как Раскаившаяся Проститутка Да Послушайте Фразу Вот Ну Даже Если Мы С вами Немножко Затронем Такой Спорный Сейчас Христианский Агрегор Да Мифологию И притчу Мы же Вспомним Собственно Да Что Те Прекрасные Женщины Которые Помогали Иисусу Христу Его Реализации Да И Собственно Кто Стал Его Да Ученицами Там Верными Да Девчонки Которые Вели Асоциальный Образ Жизнь Даже Потому что Принцип Такой Социальный Что Даже Раскаившийся Грешник Достоин Царства Небесного Да Здесь Про Инстинкты Да Здесь Про Тело Да Здесь Про Возможно Как вам Казалось Отрицание Духовности Но Давайте Посмотрим Вот Это Сеня На Что Вам Сейчас Разрушает В жизни Ложные Представления Себе Что То В головушке Блокирует Но Это Глубоко В бессознательном Сидеть Что Вы Так Себя Считаете Да Распутником Или Распутницей Может быть Вы Осуждаете Себя За то Что Вам Нравится Флирт За то Что Вы Падки На Эмоциональные Адреналиновые Приключения За то Что Все Вот Вокруг Такие Порядочные Вам Знаете Прям Вообще Не Про Порядочность И Здесь Наверное Мало Кто Понимает Что Вам Это Жизненно Необходимо Скорее В какой То Момент Вы Это Решили В какой То Момент Вы Просто Решили Что Ваши Инстинкты Энергия Либидо Соответственно Да Как бы Умение Быть В различных Характерипах Любовницы Любовника Это То Чем Можно Прогнуть Этот Мир А Вы Не Понимаете Как Соответственно Вот Эту Всю Энергию Пустить В мирное Русло Поэтому Она Разрушает Вашу Жизнь А Не Созидает Е Да Не Помогает Созидать Смотреть Да Луна И Король Пентаклей Наверное Это еще Заблуждение Относительно Того Что Нужно Для Того Чтобы Тебя Выбирали Возможно Вам казалось Что Да Ваша Сексуальность А в Одном Сто Процентов Вы Эту Сексуальность Будете Перекрывать Потому Что Вам Будет Казаться Что От Нем Все Проблемы И Беды Двоечка Пройдет Немало Времени Что Вы Заново Потом Себя Откроете Сто Процентов Вы будете Выбирать Партнеров Которые Будут Глушить Вашу Сексуальность И Говорить Как Это Все Плохо Глупо Развратно И Никто Вас Замуж Не Возьмет Если Узнает Действительно Что Вы Так Любите Все Эти Чувственные Наслаждения Мы С вами Не Про Нимфоманию Говорим Которая Болезнь Это Что Возможно Вы Пустые Вас Ничего Нет Ладно Тут Просто У меня Идут Грубые Сравнения Это Понимаю Что Они В вашей Голове И Они Очень Плотно Засели Это Пренебрежение К Сексуальной Стороне Жизни Это Ее Обесценивание Либо Опошливание Что То Такое Ладно Я Не буду Это Как То Озвучивать Потому Что У каждого Свое Просто У меня Сейчас В голове Не мои Мысли Абсолютно Ну окей Может быть Это Для вас Тоже Определенный Какой-то Паттерн Выживания Был Да Как Знать Когда Тело Храм Да Не Ночной Клуб Ночной Клуб Потому Что По Фейс Контролю Собственно А В храм Может Прийти Любой Грешник Который Расскажется Это Про То Что Который Собственно Наверное Покажет Вам Свою Любовь Да И Внимание Ладно Давайте Смотреть Дальше Вот Вот Эта Тень Она Дает Вам Энергию На Что Понятно На Ощущение Что Вас Не Выбирает На Ощущение Отверженности На Ощущение Что Я Все Хочу Бросить Или Меня Бросают Или Вот Это Все Че Опять Недостойно Я Был Когда Ты Странной Игрушкой Безымянной Которой В магазине Никто Не Подходил Теперь Вместе С Геной Он Не Обыкновенный Самый Лучший В мире Крокодил Нашли Свои Крокодилов Девчонки Потому Что Здесь Будет Поиск Продолжаться Ген Крокодилов Для Вот Тебя Пожалуйста Такой Бесконечный Мифический Поиск Человека Который Во-первых Разделит Вот эти Твои Интересы Но Все Так Тут Еще Момент Что Все Так Вы Хотите Обрести Власть Ну Как То есть Вы Хотите Знаете Зачем Обрести Власть Чтобы Вас Направили На Путь Истинный На Путь Истинный Потому Что Здесь Да Здесь Блудница Или Блудник Да И Здесь Значит Нужно Прийти К Определенному Типа Свету Понимаете Поэтому Если Вы Конечно Упоротые Прям В перекосе Да Этой Тени Распутника То Вы Конечно Можете Быть Жесткими Ханжами Отрицая Порицая Да Тех Людей Которые Легче Относятся К тому Что Там Не знаю Каким-то Допустим Нормам Морали Понимаете Ох Они Такие Значит Шалопендры Да Такая Внутренняя Ваша Это Мария Ванна В платочках Подъезда Потому что Я бы тоже Так хотела А вот Не могу Потому что Здесь Вот Может быть Не принята Еще История Что Сексуальное Наслаждение Это плохо Потому что От этого Бывают Дети Дети От Ответственность Ну Еще Короче Всяко Разные Социальные Моменты У кого-то Аборты Были Кто-то Видел Например Своих родителей Свою мать Либо Нереализованная Да В каких-то Женских Аспектах И вот Вам прям Внушалось Соответственно Что мужчины Пользуются И юзают Будь осторожна Там Доченька Что в подоле Не принесла Хорошо Давайте Чашковая история Эмоциональный фон Что вам дает Вот это Тени Понятно Вы Свои эмоции Прячете Вы их Принижаете Вы прячете Себя Вы делаете Себя Меньше Вы делаете Себя Недостойной Вы почему-то Считаете Что вы Серая мышка Потому что Вам так Безопасно Вам так Безопасно А вдруг Как бы Кто-то увидит Что вот Я такая На самом деле Ненасытная Да Вот пожалуйста Твои чувства Вот ты Королева чаш Тебе нужно Многое Эмоциональный фон А ты значит Сама Иссушила Свои колодцы Хорошо По пентаклям Бьет эта история Господи Опять Королева жезла В принципе Знаете Если Причесать Эту энергию Распутника Здесь Очень круто Собирается Императрица Женщина Яркая Наполненная Чувственная Потому что Вы Нежная Чувственная Наполненная А здесь Прямо Какие-то Некрасивые Голоса Звучат Ух ты По справедливости Чего ждете От своей Вот этой Тени Что ждете Я хочу Я хочу Чтобы меня Любили Да Как Короче Вокруг Одни Какие-то Сплошные Клоуны Это Родительский Сценарий Кстати Король мечей Королева мечей Что там Верховная Жрица Момент Какой-то Фальш Недоговоренности Может быть Родители Жили без Любви Да И Ради вас Например Не разводились И еще что-то Короче Тут какая-то Такая Понятная История Что Вы Во всем Этем Ищите Любовь Которую Сильно Не чувствовали Сердце У вас Закрыто Вы Пытаетесь Открыть Через Эго Да Условно Влюбляя В себя Ну Вот Как-то Открываться Не хотите Потому что Для вас Одна из Важных Моделей Семьи Это Ваша Родительская А вы Туда Точно Не хотите Потому что Там Не было Любви Ну Если Была Это Не ваша История Если Была Просто Испорченный Ребенок А вот Если Не было Да Тут Немножко Жертва Жизненных Обстоятельств Вот Я Вот Так Мягко Попыталась Вам Рассказать Про Распутника Троечка Ну что Я вас Приветствую Давайте Смотреть Происходящее С вами Напоминаю Что Работаем Мы На Теневой Колоде Хочу Понять Какая Тень Влияет На Вашу Жизнь Это Тень Из Прошлого Рассказать Вам Приходилось Защищаться Да Постоянно От Каких-то Нападок Потому что Видимо Защитить Некому Было По этой Тени Мы Научились Защищаться Мы Научились Выживать Мы Научились Сначала Нападать Да А потом Как бы Разбираться В ситуации Может Быть Мы Настолько Не Воспринимаем Свою Агрессию Внутреннюю Да Что Мы Подсознательно Встречаем Партнеров Которые Агрессию Проявляет Наш адрес Пассивная Не дай бог Активная Физическая Агрессия Моральное Насилие Психологическое Насилие Наверное Для того Чтобы Мы Наконец-то Поняли Что Вот так Мы Относимся К себе То есть Это Такая Знаете Деструктивная Программа Когда Мы Сами Забиваем Свою Силу Забиваем Собственную Личность Мы За что-то Себя Бьем Бьем Достаточно Больно И жестко Сейчас Скажешь Прошу За что На себя Бьем Вам не покажу Мне прям Интересно Ну то есть Мы бьем Себя Да Но вроде Как На себя Нельзя Там Наговаривать Да Поэтому Бьем Окружающих Поэтому Бьем Окружающих Знаете Как будто Что-то Плохое Происходило Когда Вы теряли Контроль Да Как только Ты ослабляешь Контроль В твои Границы Вламываются Да При этом Враги И они Разрушают Разоряют Твой город Условно Когда ты не можешь За себя Постоять Когда ты Слаб Когда ты уязвим И беззащитен Тебя бьют Тебе устраивают Темную У тебя Забирают Ресурсы Поэтому Необходимо Защищаться Поэтому Сто процентов Вы сейчас Обложены Защитами Просто До нельзя Да Или Постоянно Сталкиваетесь С тем Что На вас Нападает Что-то Пытается Забрать Что-то Пытается Отобрать Сказать Что в вашем Пространстве Есть люди Которые Помогает вам Защищаться Нет Ощущение Что вы один В поле Воин Знаете Есть такая Поговорка Потому что Рядом с вами Ничего нет Тут Скорее всего Еще Конечно Может быть Колка Энергетика Изначально Просто Мы людей К себе Не подпускаем Мы В состоянии Обороны Находимся Но что-то Видимо Было В нашем Прошлом Да Такого Когда мы Своего Внутреннего Ребенка Условно Если сейчас На ситуацию Смотреть Мы Не смогли Защитить Потому что Тогда у нас Ресурсов На это Не было Каких бы То ни было Тут еще Ситуация С мамой Связана Очень сильно Мама Мама Не сильно Понимала Ваши Чувства Эмоции Поэтому Вы еще Закрываетесь Видимо От того Что в душ Лезут И прочее Смотрите Здесь У нас Мы Продолжаем Держать В обороне Держать Хорошо Давайте Вот эти энергии Что-то они в голову ваши принесли То есть мы с вами смотрим Мать мечей Я сам хозяин своей судьбы По колесу фортуны Я умею выживать Я могу жить, получается, как вверху, так и внизу Потому что мы же Кстати, может быть, вы потом придете К золотой середине Но посмотрите, как много контроля И как много контроля в голове К вам Пока не решишь задачу Сфинкса вообще не подойти Если ты сам о себе не позаботишься Никто не позаботится Что у нас еще Какие негативные установки Которые блокируют наш рост и достижение Что еще в голове Ну вот, пожалуйста Хоть переворачивай карту Хоть нет, да Семерка жезла Что за конкуренция Неосознаваемая А неосознаваемая конкуренция Связана с тем, что кто-то постоянно лучше Мы боимся, чтобы этот кто-то Был лучше И каждый раз пытаемся доказать Что это мы лучше Мы лучше Могу ли я сказать, что мы сами блокируем Своё колесо фортуны Тут, скорее всего, знаете Мы как будто сами регулируем Насколько мы готовы Подняться вверх А блоки у нас есть Так Да Это значит, что ты серий Ну мало ли что ты хочешь Много хочешь, мало получишь Вот И мы, получается, тащим какой-то балласт С собой Балласт Всё Потому что нам нельзя проявлять Свои желания, хотелки и силу Вот у нас в голове такая, да Ситуация, что нам нельзя проявлять Свою мощь Быть лучшей Проявлять свои желания, хотелки, силу Почему нельзя-то? Милофант Восьмёрка Пентакль Потому что так правильно Так правильно И как мы рубим свою девятку Пентакля Ощущение ценности и самоценности Потому что я не эгоистка Потому что нужно проработать эго Потому что Заткнись, не высовывайся Потому что не время Потому что ты недостаточно Короче Вот Вот каждый раз недостаточно И сто процентов Это всё давит на тебя И тебе Постоянно приходится Что-то доказывать В тебе какой-то момент Заслуживания Добиться любви Добиться должности Добиться статуса Ну, скорее всего Кулаками Стратегией Соответственно Да И Вот ты действительно По трупам не пойдёшь Поэтому тебе будут показывать Людей, которые по трупам пойдут У тебя прям действительно Высокие нормы Морали здесь У тебя, да Постоянно приходится Отстаивать своё пространство И себя И своё место под солнцем Так было Да Тебя уже затыкали Тебе говорили Что ты Не являешься сильной личностью Ничего себе не представляешь Тебе это говорили У тебя на самом деле Всё это засело в голове Очень сильно И отказы И факапы в твоей жизни Тебя очень сильно ранят Потому что Ну, как будто тебе больно Получать эти отказы Да И вот ты настолько Не доверяешь вселенной Что тебе кажется Что это всё Это последний шанс Это ещё почему-то В иллюзиях Относительно своей силы Может, проявленной силы Вот какая-то Короче, такая история Ладно А вот эту энергию По тени-дрючинам Куда я направляю? Собственное благополучие, да? Вполне возможно Что у нас красивое Развитое тело Джим Там, не знаю Тренировки Или в семью Да Чтобы быть лидером Всё-таки, да? Чтобы быть лидером То есть мы копим энергию На то, чтобы просто сказать Слушай, вот Может быть, это мои Какие-то определённые Откупные Отстаньте Вот я вот так вот жить Хочу по своим правилам Я хочу жить По своим правилам Ну, поэтому, да Будем защищать Свои границы Поэтому сто процентов Как бы в вашей семье Вы будете пытаться Быть главным В обществе Пытаться быть главным Соответственно Лидером Да, вы такой прям Лидер по жизни Видимо, пробивающий Вообще любое пространство Вот вы и направляете Энергию Как раз на лидерство В разных позициях Как я сказала Так и будет Что вы в себе Не очень уверены Хорошо Что в чашках происходит Мы не идём В истинные чувства Не идём В истинные желания Повешено Благо, что он Переворачивается То есть, знаете Как вот Вы не хотите Понять Принять Что вы отличаетесь От большинства людей Вы пытаетесь жить Так, как живут Другие люди Конечно, вам очень сложно Кто бы сомневался Ощущение Какой-то Неудовлетворённости Да Зачем забросили На эту планету Мне здесь скучно Я хочу уйти То есть, какая-то Смотрите Тоска по прошлому Когда ваш 15-й был реализован Прям тоска по прошлому А что там было Когда 15-й был реализован Четвёрка мечей Интересно Десятка жезлов Пятёрка жезлов А мне вот А, ну тут, наверное Про то, что вам нельзя Реализовать свои желания Потому что они Приносят вред Окружающим Вам почему-то кажется Что если у вас Каналы открываются То они закрываются У других Это так на самом деле Тут, наверное, такое Ну, нет Но вам почему-то Так казалось Да, то есть Вот это вот То, вот вы там То крадники Постоянно То там, значит Юзы эти мои чувства Эмоции То есть мы живём В какой-то постоянной Эзотерической паранойи Да Что у нас силу Забрали, украли Что что-то похитили Какие-то злые дядьки Пришли Тут с мечей Рысы с мечей Хочется что-то Очень сильно Мощно отомстить Но это прям На уровне души происходит Вы с семьёй Разлучили Как будто Как будто Вот вас Помещает В ту среду Которая Не ваша Что-ли Не знаю Ладно А что с пентаклями Происходит Вам всё это Дико надоело Потому что Попа Журжазлов Хочется новых энергий Но очень хочется Каких-то новых вестей Как будто Вы сами Сейчас это всё Рубите Потому что Это ваше прошлое Оно как будто Не имеет над вами Власти Вы хотите выйти Вот из-под энергии Вот этой тени Да Кем вы себя Сейчас хотите увидеть Если не драчуном Кем вы себя Сейчас хотите увидеть Что у нас там Король пентаклей Двойка жезлов Человеком власти Человеком власти Человеком власти Который на самом деле Принимает решения Действительно Человеком Который Вполне возможно Может заплатить За своё развитие За свои какие-то Передвижения За Наверное Некую возможность Принятия решений То есть нам хочется Выйти в эти все энергии Поэтому нам хочется Перечеркнуть Абсолютно всё Что было ранее Дается ли нам Такая возможность Сейчас на данный момент Рыцарь мечей Десятка пентаклей Будут достаточно Быстрые действия Достаточно Быстрые действия Это знаете Как переход на новый уровень Но это пока Ещё только дно Нового уровня Ясно А вы просто боитесь На новый уровень Просто эмоционально Очень сильно Потому что Вам почему-то кажется Что вот я Маленькая девочка Не амператрица В этом всём Что я это всё Не потянула А вы как бы Сильно круче Чем просто Какой-то знаете Боевой маг Я знаю Что вы тут Про себя придумали Очень много любви Которую вот вы Очень боитесь Пустить в свою жизнь По правосудию Королевы жезлов Господи дьявол Перевёрнутое солнце Рыцарь мечей Вы понимаете Что вот эта вся история Она реально по правосудию И она Просто это вам Знаете Говорили Типа что Гордыня Это плохо И всё И котик Это вот в какой-то момент Прям даже гордость Уже потеряла Понимаешь Гордыня плохо И всё Ты вот это Принижала Принижала себя Короче А по факту Позволила Разворовать свои ресурсы И Может быть Кстати Если мы пойдём В эзотерические темы Вполне возможно Что у тебя хранитель Который защищает От расхищения Твоих ресурсов Ну Видишь На страже Какая-то янская энергия стоит Это конфликтная Достаточно Вот такая была позиция По третьим вариантам Хотите больше Мистических раскладов Хотите больше Узнавать себя Понять Кто вы на самом деле Как пользоваться ресурсами Как вернуть силу Как узнать больше Про ваши родовые задачи И предназначения Тогда подписывайтесь На мои ковры И каналы Приходите В наши магические чаты Участвуйте В марафонах Потому что Это безусловно Делает вашу жизнь Наполненной Смыслом И более интересной А с вами была я Ваша нейроведьма Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»